Магазины 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 Остальные, такие как Топоцентрос и иные магазины, остались открытыми. Премьер Ингрида Щемунити в середине недели заявила, что, по ее мнению, такие хитрости – прямое нарушение режима карантина, однако установить это должны соответствующие органы. На неделе не утихали страсти и вокруг самого коронавируса. Кривая прироста заболеваний явно пошла вниз, однако оппозиция, которая совсем недавно была правящей, обвинила действующие власти в другой хитрости. Дескать, прирост уменьшается из-за того, что снизились обороты тестирования населения. А вакцинация пока по-прежнему проходит не столь быстрыми темпами, как изначально декларировали власти. К пятнице первую вакцину суммарно получили свыше 113 тысяч жителей, а обе – свыше 63 тысяч жителей. Это по-прежнему самые приоритетные категории – медики, добровольцы, персонал и постояльцы домов престарелых, спортсмены-олимпийцы, учителя и сотрудники дошкольных учреждений. По-настоящему массовую вакцинацию теперь планируют начать с апреля. Коронавирус за все время к этой пятнице унес 3145 жизней, а всего за время пандемии в Литве по разным причинам погибли свыше 6 тысяч человек, у которых была диагностирована эта болезнь. Ну а в ближайшее время могут быть пересмотрены требования ношения масок в публичных местах и ограничения на передвижение между самоуправлениями, заявил в пятницу министр здравоохранения Аруна Сдулькис. Отмена запрета на передвижение между самоуправлениями правительство может рассмотреть уже на следующей неделе. Главным скандалом недели стала крупнейшая в истории Литвы утечка персональных данных жителей страны. В открытый доступ утекли личные данные клиентов каршеринговой компании CTB, которые пользовались сервисом до 2018 года. Всего порядка 110 тысяч имен и фамилий, адресов, номеров мобильных телефонов, данных водительских удостоверений, закодированные пароли, адреса электронной почты и другая информация. Информационное агентство БНС связалось с хакером, который обнародовал данные. По его словам, взламывать ничего не пришлось, все данные лежали едва ли не в открытом доступе, и все, что надо было, это знать, куда идти. Он, кстати, сам опубликовал свои контакты для журналистов и объяснил, что именно компания ответственна за ненадлежащее хранение данных. Хакер выразил сожаление за причиненный ущерб, а в социальных сетях начались споры о вине каждой из сторон, но главное – в долгосрочных последствиях. Если эту базу в итоге заполучил какой-то действительно злоумышленник, то эта история может приобрести лавинообразный характер. Хотя бы из-за того, что большинство жителей всегда и везде используют один и тот же пароль. А зная его из слитой базы CTB, так можно зайти и в почту к клиентам компании, получить доступ к соцсетям и попытаться, например, выманить деньги у знакомых этого пользователя или даже взять кредит. Последние уже успели заявить банкиры и представители различных финансовых учреждений, крайне маловероятно. Утекших данных не хватит для такой сложной операции, но все свои пароли на всякий случай стоит сменить. Но в связи с этим инцидентом начато расследование. И уже традиционно о главных новостях в максимально сжатом формате. Годовая инфляция в Литве составила 0,2%, хотя за месяц цены подросли на 0,8%. Тем временем в строительном секторе за прошлый год работ было выполнено на почти 2% меньше от уровня 2019 года. Страховой рынок в Литве в прошлом году вырос на 1% до 955 миллионов евро. За месяц рынок поддержанных легковых автомобилей в Литве сократился на 48%. Средний возраст автомобиля, сменившего владельца, составил 13,5 лет. В связи с продолжающимися холодами, потребление электроэнергии на прошлой неделе было самым высоким с восстановлением независимости. Спрос на электроэнергию остается высоким во всем регионе, а оптовые и рыночные цены были самыми высокими за 5 лет, с 2015 года. С 8 по 14 февраля средняя недельная цена на электроэнергию в Литве выросла на 11% и составила 69,5 евро за мегаватт-час. Президент Гитанос Науседа призвал политические силы экспертов и активистов объединить силы и теснее сотрудничать в борьбе с угрозами, исходящими от белорусской АЭС. А в целях бойкота электроэнергии на рынки стран Балтии надеяться на скорейшую реализацию технической стороны такой блокады. По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 798 гражданам Беларуси, сообщило в среду Министерство внутренних дел. В среду Совет Вильнюского городского самоуправления присвоил первому фактическому руководителю независимой Литвы Витаутасу Ландсбергису звание почетного гражданина столицы. Ландсбергис стал 18-м почетным гражданином Вильнюса. Главная избирательная комиссия Литвы в пятницу остановила депутатские полномочия члена Сейма представителя партии труда Антана Сагоги по его собственному желанию. Его место в парламенте займет Артурас Скарджус. Новый состав Сейма Литвы тем временем отмечает 100 дней с момента начала работы. Самоуправление Вильнюса объявило о вывозе бесхозных автомобилей, которые годами как призраки стоят на обочинах и занимают место в дворах. Жители призывают сообщать о таких брошенных авто по электронному адресу, который у вас на экранах. Или по телефону. Необходимо указать адрес, марку автомобиля, цвет, госномер, дату и время, с которого транспортное средство стоит явно брошенное и по возможности прикрепить фотографию машины. Во вторник по всей Литве виртуально отметили День восстановления государственности. 16 февраля 1918 года на заседании Вильнюсе, наделенный полномочиями народа Совет Литвы, провозгласил восстановление независимого демократического литовского государства, подписав Акт о независимости Литвы или Акт 16 февраля. Согласно этому документу, Литва провозглашалась независимым государством, которое должно управляться на демократических началах со столицей в городе Вильнюс. Это событие имело важное значение для жизни страны, которая с 16 века не имела полной самостоятельности. Сначала входила в состав Речи Посполитой, а с 18 века в состав Российской империи. В понедельник у здания правительства спортивные энтузиасты провели акцию, во время которой тренировались на улице при сильном морозе. Таким образом, они стремились обратить внимание властей на свою просьбу разрешить тренироваться в закрытых помещениях. Аналогичная акция прошла и в Клайпиде. Правительство с этой недели разрешило подобные тренировки, но сами любители спортивного и здорового образа жизни воспринимают такие послабления едва ли не как на осмешку. Спортивные клубы не работают уже несколько месяцев, а их посетители уверены, что в сегодняшней ситуации, при условии меньшей наполняемости, совершенно точно можно гарантировать безопасность и предотвратить вспышки заболеваний. Власти должны обратить внимание на показатели заболевания в спортклубах, уверены активисты. А они низкие, либо вообще отсутствуют? А значит запреты на работу спортклубов чрезмерные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова